Так, уважаемые коллеги, надеюсь, мне не надо представлять Олега Игоревича Кораблева. Он у нас уже и делал доклад. Наш семинар посвящен по традициям новым и интересным проблемным результатам, которые происходят в астрономии. И пройти мимо новых интереснейших результатов, которые в исследованиях Марса мы не могли. Олег Игоревич согласился нам объяснить, что почем, что и как. И на что можно рассчитывать. Наконец-то жизнь на массу все-таки есть. Да, да, я затрону вопрос. Но я не умею включать запись, к сожалению. Работает? А вот тут вот красная, по-моему, она идет. Сейчас мы развоним организаторам. Красная, по-моему, это значит, что идет. По-моему, идет. Там было, вот она. Запись включена. Все, прекрасно. Как вы знаете, что все работает? Все, спасибо большое, извините. Я буду двигаться вперед. Спасибо большое за эту возможность. Я, по-моему, в прошлый раз делал доклад немножко, так сказать, по более общим темам. А тут, в общем, что-то такое конкретное. И то, что сейчас относится к нашему... Еще, ну, я буду делать, конечно, такой более сжатый доклад на отделение в понедельник. И, в общем, еще раз благодарен за возможность потренироваться. Вот. Немножко другой, конечно, должен быть там доклад, но все же... Так. Значит, я как бы остановлюсь на результатах одного из элементов большой программы «Экзомарс», который состоит из двух этапов, да, который сейчас, вот второй этап готовится к запуску в следующем году, но один из них уже летает и очень успешно летает с 2016 года, находится на орбите Марса. Ну, в общем, орбита его формировалась некоторое время с помощью аэроторможения, поэтому научные наблюдения мы начали весной. Ну, вот примерно в это время года, по-моему, первые затмения были 21 апреля, первые включения где-то в конце марта 2018 года. То есть три года прошло. В общем, такой хороший возраст для уже каких-то результатов. Как раз, ну, по опыту, это такая вторая у меня удачная миссия. Там как раз третий год был самым удачным, ну, в смысле, самым урожайным на публикации. Но я еще расскажу про эти атмосферные газы, но все-таки вот даже на эмблеме такой общей, и название, название говорит само для себя, это Рейс Гросс-Орбита, значит, это спутник, посвященный исследованию малых атмосферных составляющих. Значит, почему такое вот, может быть, неадекватное внимание... Там чуть-чуть мешает. Ну, это уж маленькое. Малым этим ничтожным, малым составляющим. В атмосфере Земли считается, что меньше одного процента, значит, вот этот вот трейс, да, это мало. То есть, в принципе, их много малых, больших мало. Но вот как бы сверхидея, так я попытался это сформулировать на этом слайде. Когда мы смотрим, ну, сейчас особенно это как актуализируется в связи с исследованием, или планирующимся, скорее, исследованием детальным экзопланет. Вот то, что видно издалека. Издалека, ну, там можно определить массу, можно период, да. Но вот как бы свойства самой планеты остается только как-то к ним достигать их, понимать ее природу через атмосферу. Ну, и вот, в общем, замечено давно, что присутствие жизни на планете глубоко меняет состав ее атмосферы. В случае Земли совершенно кардинальным образом приведены соответствующие самые общие факты. Но в случае Марса мы имеем в виду, в общем, с планетой, потерявшей воду, в отличие от Земли, из, в общем-то, вырожденной такой достаточно скучной атмосферы, в которой сохранилось практически одно соединение, это углекислый газ, немного азота, немного аргона, но все остальное мелочи. Ну, вот, как бы это такая формулировка была, это, в общем, это первый автор Хичкокг, но это вот такой Джеймс Лоблок, который, в общем, написал много книжек про то, что Земля – это один единый организм. Кому-то попадались эти размышления его. Но, тем не менее, вот эта мысль, в общем-то, лежит в основе исследований малых составляющих атмосферы Марса. И, в общем, как мы недавно видели, не только Марса. Меня все помнят шум прошлого года, посвященный открытию фосфина на Венере. Пресс-конференция Сары Сидоров, которая рассказывает про жизнь на Венере, из-за того, что там фосфин, фосфин – неравновесное соединение, значит, его присутствие может указывать на присутствие какой-то жизни в облаках Венеры. И справа вот эти вот какие-то, где-то я нашел их в интернете, скриншоты Твиттера высших чинов НАСА, которые выразились в том духе, что вот теперь-то на Венеру надо лететь, раз там жизнь – это самое важное, что только может быть. Ну и суд же интернет отреагировал на это, соответствующий, значит, с подобранным картиночкой. С тех пор, ну, разве что не ленивый, я сначала начал копировать, как бы, скриншоты вот этих вот от статей, потом я понял, что они не влезут. В опровержение уже набралось 5 или 6, это только, считай, опубликованное, но еще в архивах лежат их просто, по-моему, десятки уже. Единственное, что в журнале Nature Astronomy, где вышла статья, господи, как же фамилия-то первой девушки, я его в Сару Сигар запомнил за ее любовь к жизни, ну, неважно, где вышла статья про фасхим, Nature Astronomy так пока еще не опубликовал никаких опровержений, вот ребатов, да, ребатов, вот этих исследований, хотя мы знаем, что, ну, несколько статей туда было, соответствующих поданных с очень уважаемыми группами исследователей. В общем, действительно, и в нашем отделе Николай Игнатьев в первые же дни прикинул, ну, как бы, вот у нас есть программа расчета переноса излучения в атмосферах, хотя мы не работаем в радиоволнах, в микроволнах, но, в общем-то, программы эти нам понятны, расчеты, и, в общем, его первое впечатление было тоже, что там, в общем, очень рядом находится линия диоксида серы, и, в общем-то, ей можно все объяснить. Ну, а сама линия, она где-то на уровне 10 минус 6 от континуума, это тоже, как бы, надо понимать, что это такое. Ну, а потом вышли статьи, где более, так сказать, опытные обработчики микроволновых данных объяснили, это просто фринджами, древесками, данных, вроде бы, это вот британская группа использовала не самый последний даже пакет, который там устраняет эти вещи, и так далее, и так далее. Ну, не важно. Вернемся. А, ну да, вот, две, как бы, да, Джейн Грифс, где две храбрые девушки, они, как бы, продолжают свою деятельность. Вот эта статья буквально пришла тут вчера в рассылке. Вот они уже, не ссылаясь на себя, не ссылаясь на фосфин, продолжают, как бы, эксплуатировать идею некого цикла, исключающего микробы в полочном слое Венеры, и что вот нижний слой дымки венерианской, вроде бы, как это их бревные остатки. этих самых микробов, которые живут в самом благоприятном, так сказать, в самой благоприятной области накрадок, в атмосфере Венера, в которые условия благоприятны для жизни. Вернемся на Марс. Начать к нашему аппарату ТЖО. его используют в основном, все, на самом деле, методы наблюдения, но один из самых чувствительных, собственно, под которые оптимизирована орбита космического аппарата, это для наблюдения солнечных затмений, которых позволяет очень сильно увеличить чувствительность. Два слова о том, значит, как мы это делаем и чем. Солнечное затмение, сборка космического аппарата, ну, в принципе, реализуется достаточно просто. Не надо наводиться, то есть, надо повернуться в сторону Солнца, и надо держать инновационную ориентацию, ничего подворачивать, тут не надо, Солнце как и звезда неподвижна в такой системе, и яркость солнечного диска, там, вырезать приходится маленький кусочек, но все равно она в миллион раз больше, чем яркость отраженного, излучение отраженного от поверхности планеты, но и оптический путь на Лимбе тоже больше, но если там учитывать как бы астрономическую геометрию, сферическую сферичность планеты, примерно в 10 раз, а если это, так сказать, просто один проход, то там факта где-то в районе 50. Таким образом можно где-то как минимум на два порядка увеличить порог обнаружения или чувствительность при точность при восстановлении тех компонентов, которые мы знаем. ну и в общем мы занимаемся этим давно и тут вот приведены не все приборы, которые делались в нашем как бы отделе и в нашем окружении в кооперации, а только те, которые использовали этот метод и которые реально работали в том месте, значит, к которому они были предназначены, это прибор. в особенности я бы остановился на приборе с пеплом, который до сих пор это уже скоро 10 лет будет работать на 20 лет скоро будет работать на орбите Марса, ну и вот этот наш аппарат ТЖО, который на новом уровне с новыми гораздо более сложный и дорогой прибор позволяет эти исследования углубить. при таких затмениях мы измеряем пропускание атмосферы на лимбе, то есть сферическая геометрия, конечно, может быть неоднородность на этом фактическом пути, но в данном случае метод не позволяет это адекватно оценивать, но зато соответствующие функции источника они очень острые по высоте получается, то есть высотный профиль получается очень легко и хорошо, задачи, конечно, в каком-то смысле все равно некорректные, но там настолько это все остро, что тут все достаточно легко. Вот на прошлой неделе у нас как раз рабочая группа была, я, к сожалению, не мог присутствовать на докладе Лукинина у вас здесь, вы его правильно пощипали, он рассказывал про мято очистки луковицы, наверное, упомянул интегралабель. Но вот в случае, когда он занимается аэрозолем, когда сечение поглощения не зависит от свойств среды, вот как в случае аэрозоля в интрафиолетовом диапазоне, как правило, сечение не зависит от температуры и давления, то можно ограничиться таким простым методом. В данном случае, когда мы работаем в диапазоне, где сечение поглощения, к сожалению, зависит от всего. Таким образом, ну вот в этой самой физической задаче у нас как бы все зависит от всего. Поэтому прямая задача, она нетривиальна, надо задавать какие-то априворные температуры и давления, профиль температуры и давления, рассчитывать сечение в соответствии с петроскопическими базами данных, уширениями, линиями, используя расчет полинейный, то есть каждая линия, потом это суммируется, потом свертывается, и в общем это большой такой тяжелый объем вычислений, поэтому для обратных задач пересчитать каждый раз невозможно, используются таблицы look up tables, и поскольку параметров много, но это сами компоненты, да, и температура давления, в общем эти таблицы получаются многомерными, такие задачки довольно как бы не каждый студент и аспирант в голову это входит. Ну вот решается обратная задача уже здесь более стандартная в каком-то смысле этих методов они описаны, это знаменитый Роджерс, но как бы Роджерс это хорошо, но есть применение конкретное и ну вот в нашей группе сейчас она такая интернациональная я попытался посчитать по-моему у нас пять программ переноса излучения и решения обратной задачи разным в общем это хорошо потому что там две у нас в ЭКИ одна в Оксфорде одна значит используется там принесена из GPL одним из участников но в общем хотя у нас нет американских коллабораторов так случилось там долгая история но тем не менее мы их ходом пользуемся но это позволяет сравнить у нас любой несколько каналов и можно сравнить и несколько каналов и разные повышает наша уверенность в результатах но и в общем профиль восстанавливается не методом очистки луковица методом решения такой системы уравнений с главное правильно написать вот эти вот самые ядра и кабины которые напишутся в производных функциональных частных и значит должны правильно отражать всю физику соответствующую каждому каждому из компонентов там что в общем и температура и давление вот я тут попытался написать все все этапы то есть восстановление малой составляющей оно не сводится к малой составляющей сначала восстанавливается температура и давление это рационный процесс используется гидростатическое приближение потом опять опять пока это все не сойдется после этого немножко в другом спектральном диапазоне уже подключаются эти найденные профили температуры и давления и ищутся малой составляющей как правило несколько чтобы вот как-то отфитировать ну здесь вот эти вот линии большие это углекислый газ который позволяет температуре давление установить первое приближение по температуре это зависимость на линии от температуры потому что есть ну можно специально выбрать такие места в спектре где они очень сильно зависят температуру и хорошо как раз чувствительность большая температура первое приближение хорошее потому что несколько итераций с гидростатикой дает да дает хорошее устойчивое решение как правило а вот справа здесь ну вот это такой пример там на больших высотах очень слабые линии водяного пара но на самом деле полоса водяного пара уже позволяет восстановить и не зная температуру давления это это только это данные это точки красные наверное здесь да там трудно различить цвета зеленая это модель только CO2 и темная такая там зеленая наверное не очень удачно это модель как бы бастфит полностью аспектированная в случае верхнего графика там видите хорошо совпало здесь чуть-чуть не совпало в целом хиты очень такие как бы достаточно хорошо совпадающие с данными ну и прошу обратить внимание на уровень шума измерительного тут конечно яркость солнца вот это все это дает практически у нас пока нет поглощения уровень шума где-то в районе 10 тысяч и потом он конечно постепенно идет поглощение поглощение он падает но вот этот 10 тысяч он может быть немножко жунический потому что все равно есть какие-то остатки от филда от всего детекторы матричные то есть какая-то систематика но тем не менее вот почти 10 тысяч относительно сигнал шума относительно сигнал шума но она падает к тысяче где-то там вот уже там где можно сказать к 2-3 тысячам там где оптимум наблюдения и там уже потом где-то 0 да решается я не привел тут как бы они этот самый монохроматический спектр мы попытался проговорить это слова словами в каждом этом спектрам диапазоне десятки тысяч линий поглощения они берутся из баз дан расчет соответствующий с параметрами атмосферы все эти линии потом они уширяются от температуры отдавления там так называемый профиль с комбинацией Лоренса и Доплера значит потом все они суммируются они там образуют уже какие-то такие даже при бесконечном разрешении хроматической спектр так называемый они образуют уже не не линии а некие такие структуры потом эта вся эта структура свертывается с аппаратным контуром прибора прибора у нас ну вот тут как бы два на орбите сейчас спектр внутривысокого разрешения используется у них у одного где-то 25 тысяч 22-25 у другого где-то чуть больше 30 там в общем планировалась изучающая сила планировалась 50 но там немножко испортилась аппаратная функция она стала треснула у нас треснула немножко где-то не знаем где то ли на старте то ли вот за это время пока долетел пока он там прокрутился больше года что-то плесно из функции стала немножко разговорилась поэтому разрешение упало но тем не менее это большие значения для бортовых приборов конечно колоссальное значение и еще есть фурье спектрон но сейчас об этом подробно расскажу значит вот на борту всего этого спутника вот он вылетает у него преимущественная ориентация конечно но когда в районе терминатора он становится так чтобы чуть-чуть подворачивается так чтобы соответствующие оптические входы там шесть приборов и наш бельгийский вот этот вот нам работает по солнцу действительно такое основное наблюдательное средство дважды за орбиту он подворачивается немножко там сделано так что эти входы эти как бы оптические окна они находятся под таким углом чтобы ему чуть-чуть повернуться в соответствии потому что орбита круговая и этот угол он примерно известен чуть-чуть пока не пройдет затмение а потом возвращается в надежную ориентацию у него размеры если вы хотите задавать вопросы вам придется выходить и не доплачив повторяй вопрос что мы делаем с солнцем у которого угловой размер на Марсе 21 секунда примерно значит там меняется потому что орбита эллипическая значит мы формируем поле зрения и оно в общем маленькое мы формируем это у спектрометов есть щели как всегда как и у всех спектрометов да значит спектрометры у нас состоит из трех каналов в общем разной степени ну как бы такой вот технологической готовности они имели на момент предложения но тем не менее в общем все удалось сделать это значит два спектрометры на основе шили решеток плоских больших там довольно редко нарезан работающих в порядке дефракции и фурьер спектромет в общем в основном для работы в тепловом диапазоне шакрасного излучения ну и общий блок электроник который соответствующие подразделения с большим опытом который все управляют да ну вот тут как бы спектральный диапазон в микронах канал ближнего ика канал среднего ика и вот этот канал теплового ика телевые спектром мелко написано не могу помните тервим тепловой инфрация термоинфрация а потом но эта группа как бы наследник унаследован унаследовавшие работы Василия Ивановича Мороза они так сказать овы икорич или Тиргим Василия Ивановича Мороза ну там вначале там было что-то вишип там какой-то я уже забыл там как это был какой-то заменитель но значит на самом деле было так вот на этой фотографии как бы прощая заводе в камнях два прибора другой экранно-вакуумной изоляции не черной а золотой это значит наших ходьковская изоляция она почему-то была золотая а у европейцев все остальное черное значит полноавстрийское и вот это оптические входы нашего прибора в общем-то мало чего видно все все закрыто этой самой FT так ну быстро про Марс так сказать чтобы это заведение не затягивать климат Марса в общем похоже на землю из-за наклона оси но осложнен двумя факторами во-первых эллиптичностью орбиты вокруг солнца во-вторых несимметричностью очень такой существенной вот этой дихотомией полушарии Марса то есть там меняется и солныя и инсоляция и меняется режим циркуляции из-за того что просто форма форма планеты меняется на земле это так так сказать тоже несимметрично из-за того что океана больше в южном полушарии а на Марсе вот просто сам сам шарик совершенно не шарик так как игрушка там северное полушарие ниже существенно ниже южного но атмосфера конденсируется да что на земле нам не знакомо причем так массивно конденсируется хотя атмосферы самой не очень много есть соответствующие снег выпадает сезонно на полярные шапки и значит нагрев атмосферы если на земле он в основном регулируется водяным паром и это в общем саморегуляция некоторая то на Марсе он регулируется пылью поднимающейся в атмосферу то это в общем непонятно регуляция это скорее такая какая-то хаотическая система которая то срывается в полевую морю то значит некоторые года нет но в целом сезон когда вот Марс ближе к солнцу всегда более пыльный чем сезон который более пыльный и теплый чем сезон который у нас дальше по поводу воды ну вот что еще характерно что вода находится вблизи при этом давление как раз примерно на тройной точке в общем-то наверное это не случайно они в недолгом геологическом масштабе это в общем понятно на Марсе в двух словах просто на Марсе где-то по подтвержденным данным около 30 метров воды если размазать их по всему шарику ровным слоем таким океанчиком мелким 30 метров но по как бы посленным свидетельствам в общем может быть 30 километров 900 метров воды но это в общем мало мало изученная область поскольку все данные о воде на Марсе они как бы ограничены довольно тонким слоем поверхности а в общем то что радарные данные они тоже во-первых непонятна глубина проникновения во-вторых очень модельно зависимые результаты гидротации из них получаются фактически их калибруют по известным всем известным нейтронным данным метрофановый фильм монетом боинтонайд этой компании но в общем тем не менее даже при использовании этой калибровки все равно непонятно как там все это идет вглубь потому что вот радарное изображение полярной шапки четко и ясно прекрасно видно какой она мощности там 3,5 километра примерно как антарктический а когда когда нет льда четкого то и нет четких интерфейсов и непонятно что в общем-то эти сигналы несут ну ну и известная гипотеза теплого раннего марса основана на том что в рельефе присутствуют как бы следы обильной жидкой воды на поверхности хотя там были шатания колебания в разные стороны многое из этих следов потом было приписано ледникам но тем не менее современное состояние все-таки считают что ископаемая вода на массе у него мощность до 3 километров глубину как на земле ну нет там 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 просто вот и меандры есть и что-то еще но тут так сказать геологи у них своя наука и в общем тут трудно поспорить это геоморфология чистая но тем не менее там были были колебания какие-то статьи которые пытались все объяснить ледниками а ледники но я в этом докладе как по-моему я в прошлый раз об этом может быть и рассказывал что в принципе ледники на Марсе там очень меняется на клон оси на земле он тоже меняется на Марсе меняется гораздо сильнее видимо там в связи с влиянием юпитера довольно сильно и стабилизирующие влияние луны вроде бы отменено ну ладно не моя область вроде его отменили да то говорили об этом очень много потом потом оказалось что без луны тоже земля не очень болтается и вот эти вот колебания они меняют климат настолько что в общем-то получается даже в условиях современного климата получается ледники в экваториальных областях они переходят образуются ну в районе возвышенности естественного Марсе большие возвышенности есть заметные вот в этих районах ледники процветали ну вот соответственно там на масштабах десятков десятков тысяч лет как как меняются эти циклы на короносе так ну и тоже очень коротко это мало связанная тема не тема силовичного доклада пытаются всеми силами люди измерить убегание атмосферы в связи с тем вода была куда-то она ушла атмосфера в связи с тема многих ипотез относительно существования, затем потери магнитного поля, вулканической активности, вплоть до поздней метеоритной бомбардировки. Но вот как бы на такой более исторический период Марса, в принципе, мало меняется последние где-то 2-3 почти миллиарда лет, судя по его поверхности. Вот эти попытки сейчас делаются активно, и вот специальная космическая миссия, этот Мэйвен, который был запущен в 2013 году и работает сейчас, американский исследует. Ну вот здесь выписаны некоторые оценки, которые были получены и по Марс Экспрессору, и по Мэйвену, и корридами. Но, тем не менее, пока что все это, в общем, не сходится с большими уровнями, большими объемами воды, которыми вроде бы обладал ранний Марс. Значит, ну, скорее всего, она на нем осталась, либо что-то здесь совсем шло не так уже вначале. Ну, интересный факт отношения Летерия к водороду. На Венере он примерно к 200 приближается, да, это обогащение тяжелым изотопом. Очень большая разница в атомном весе, двух изотопах, поэтому тут все это выпукло предстает. Но на Марсе это обогащение только пять раз, поэтому, ну, то есть, хорерия-2СШ, из этого можно судить, что Марс всего лишь там 50 метров воды потерял. Ну, так уж, как бы, много, и, в общем, вот тут уже в эту вилки каких-то оценок это попадает. И теперь, значит, два сюжета, которые я выбрал из результатов наших измерений, в общем, чисто, так сказать, из собственных, личных, корыстных, то, что мне больше нравится, в том, в чем я больше, может быть, участвовал лично. Во-первых, вот исследования, которые мы сейчас проводим, позволяют очень детально характеризовать водяной цикл. И вот сейчас такой, как бы, вопрос ставить, полевые бури, глобальные полевые бури или сезон ведет за собой вот этот вот увеличение, увеличение диссипации водорода и сопутствующие, точнее, предшествующие ему доставку воды во высокие области атмосферы. То есть мы пытаемся вот уже там некоторое количество лет, пытаемся сейчас связать верхнюю атмосферу, это Лайман-Альфа, водород, как-то там, собственный водород планеты, которые люди пытаются отделить от Солнца, от всего остального. В общем, это непростые задачи, сами посидят, зависит от всего чего угодно, Лайман-Альфа, сочинение Лайман-Альфа. И, ну, такую нейтральную атмосферу, где водяной парк, как выяснилось, проникает очень высоко в определенные перилы. Сейчас я об этом скажу чуть-чуть подробнее. Сейчас, еще тут надо снимать. Переставая герой. Первое, как бы, первое... Вот это я никогда не мог понять, что это значит, зубья. Я на лекциях на это часто натыкаюсь. Там что-то такое, да, залипает, и у слушателя остается один слайд. И первые, как бы, звоночки к этому были, то, что действительно, вот, корона водорода, Лайман-Альфа, меняется достаточно быстро. Вот, та, которая приписывается именно планете, Марсу. И все модели, которые где-то с 70-х годов, в общем-то, разрабатывались на эту тему, они говорили, что, ну, вот, на самом деле, вода не может достичь больших высот. На Земле она не достигает больших высот. Есть тропа пауза, там холодная ловушка, на ней образуются облака, вода конденсируется, все выпадает дождичком, никуда вверх не идет. Вверх не своя атмосфера, очень сухи. Ну, и на Марсе это также должно быть, в общем. И, в общем, это, как бы, в этой концепции, вот, я тоже там, как бы, писал статьи, там, когда-то, кандидатскую диссертацию писал. Вот, у нас, да, вот у нас высота конденсации водяного пара на Марсе, до этого профиля идет вот так, потом, ну, все, какая-то постоянная концентрация, очень маленькая остается. Ничего туда больше не проходит. А это, значит, так называемая гидропауза, в которой, дальше которой вода идти не может. Ну, вот, сейчас, когда появилось много данных, не, не, там, 9 профилей на космическом аппарате, ФОБОС, это, в общем, были первые такие реальные измерения воды, профили воды. Сейчас появились эти тонны, этих данных. Мы видим, и одновременно, достаточно надежные изменения температуры, которые получаются, как я вот рассказывал. Мы видим, что, на самом деле, вода проникает очень высоко, и мы видим, что, в общем, вот эта вот гидропауза, она, может быть, и есть, но она как-то прозрачна, в том смысле, что вода перенасыщается, вроде бы образуются облака, мы облака тоже видим, но, тем не менее, вода все равно проходит вверх, и практически всегда, и практически легко. В общем, я сейчас покажу вам это. Вот модель, которая была сделана по Паркинсону и Хантону, например, там, 72-й год, она говорит о том, что, ну, вот раз вода не может поступать, значит, нужен какой-то другой механизм. Вот можно с помощью фотохимических реакций получить молекулярный водород, это медленный процесс, он получается из воды, где-то на средних высотах, получается постепенно, турбулентным образом поднимается вверх, диссипирует, и там, там, диссоциирует, и получается пламя моноальфа. Этот процесс со временем, характерным временем, где-то там годы, там, десятки, очень медленный процесс. А тут оказывается, что вот раз, это вот эти цифры здесь, называется, авиоцентрическая солнечная долгота, на общем, сезон, отчитывается от весельного равноденствия, и, так говорится, сезон на Марсе, несколько месяцев на Марсе нет, поэтому в градусах, вот, 360 градусов сезон на Марсе. Видите, там, на стопе нескольких месяцев корона меняется, ну, вот, и даже, там, вот, а диссоциацию удается, хотя, конечно, тут уже меньше диссоциации этих данных. И это зависит от сезона, да, как я напоминаю. В высоком сезоне, там, где он, без всего, да, там, вроде... Там и, там, получается, да. Вот, да, вот, поэтому это вопрос, как бы, стоит. Значит, все, как бы, все наши и не наши исследования, в общем, тяготели к полевой буре, потому что, ну, полевые бури — это яркие события, они происходят редко, достаточно быстро атмосфера разгоняется, она прогревается, разгоняется, очень интенсивная циркуляция возникает, меняется режим циркуляции даже. То есть, там, вот, я не встроил этот слайд, но меняется полностью, так, в обычном, вот, этим, летом южном полушарии, когда мы в это время, если нет полевой буре, там, две ячейки, вот, такой вот идет, перенос, то здесь одна ячейка, она смещается, и там, с юга, вот так вот гонят все на север. То есть, перемены грозительные во время полевой буре. И, вот, данные по спикаму, которые я упоминал, на Марс-экспрессе, кстати, о Федоровой, 18-го года, в общем, это, так сказать, первые, кто померил, ну, вот, по водороду уже там было достаточно много статей, как на момент, к 17-му году, где-то там еще статьи немножко придержали, она удержалась. Но вот, но по воде не было. Вот первые прямые измерения, действительно, вода совершенно петтирует, выходит на на высоте 70-ти километров, даже 80-ти, но прибор, все-таки, на Марс-экспрессе не очень чувствительный, поэтому там ошибки больше. Значит, это уже, так сказать, развитие тех же данных, вот здесь все, ну, все измерения взяты, попытка свести на один график тот же сезон Марса, вот этот вот самый теплый, теплый сезон вторая половина года, и несколько полевых событий, попало два полевых события, так называемый Морсианский год 28-й, это седьмой год, 2007-й, и Морсианский год 34-й, это вот 18-й год, как раз, когда прилетел тоже, он прилетел в полевую бурю. Она раньше, да, но примерно тоже сезон, а сам пик сезона вот он. Ну, и вот тут еще наблюдался региональный что, я не помню, какого года, там, 23-го. Тоже, как бы, здесь немножко в другом виде, представлю, на какую высоту, на какой высоте зарегистрирована вода, до 100 километров доходит. Это все еще Морсианский исправится. Ну, вот так вот выглядела полевая поле летом 18-го года, как раз, то, что тяжело начал наблюдать, и вот постепенно она там, так сказать, полз с юга на север, и примерно так это выглядит в наших данных, это высота, которую мы, собственно, просвечиваем, где, когда пыль, она же мешает вот этим самым затменным наблюдением, она мешает, мы не можем продвинуться и не можем видеть далеко вниз. С одной стороны, интересно, с другой стороны, она мешает, например, измерять металл. вот здесь высота 56 до 60 километров, пыль очень высоко выстреливает. На тужу мы вначале использовали данные одного из спектрометров, который я показывал, это из шелес-спектрометров с фильтрацией порядков и помощью апуста оптического фильтра. один порядок за раз фильтр перестраивается, потом в секунду этот прибор, этот данный конкретный прибор, за секунду он изменяет 10 таких разных порядков в разных местах, которых интересно, а самих их там сотняет. И это сырые данные, вот как они выглядят, это колокол, это функция блеска решетки, но и самый акустоптический фильтр то, что как бы ситуацию не исправляет, а тоже в ту же сторону работы. Но тем не менее, вот результаты, которые получены по этому прибору, они как бы настолько прогремели, что достигли журнала сайленсов. Это статья Федоровой, она была сделана в 19-м году, он вышел в самом начале на празднике сайленсов. И такие примеры профилей, еще мы использовали данные Лугинина, того самого для облаков, потому что можно подействовать облака и пыль достоверно по форме спектра. И вот мы видим уровень перенасыщения, причем перенасыщение достигает больших значений, больше сотни температуры. Вот за это нужно даже здесь я не приложу. Водяной пар, насыщение температур и насыщенность атмосферы выделены до облаками. Сейчас этих данных гораздо больше, вот этот собственно верхний график это данные опубликованные, а нижнее это еще целый марсианский год, это два земных, это данные неопубликованные, но та же картина, везде перенасыщение, о котором мы говорили, вот это все бордовое коричневое перенасыщение, а это поднятие воды. И тут мы видим как бы какой-то намек на гидропаузу, потом еще один слой воды, глобально видим, потом видим еще одна гидропауза, а в южном полушарии вообще этой воды просто море тонны. По другому каналу работы пробивая до 120 километров профиля воды восстанавливает. Та же картина все это подтверждается, все эти профили между собой сравнивают. Но моделирование, одномерные модели простенькие говорят о том, что наиболее эффективно вода уходит с 80 километров, потому что высшая плотность уже мала. А ниже фотодиссоциация идет недостаточно эффективна, потому что плотность СО2, которая съедает великолепность на массе, становится достаточно большой, где-то на 80 километрах оптимум. Но это одномерная модель, конечно, как мы видим, насколько дышит атмосфера во время этих событий. В общем, трудно здесь применять одномерные модели. Но тем не менее, это для ориентировки. И вот сравнение, прямое сравнение воды в нижней атмосфере и воды и водорода в верхней атмосфере. Данные ТЖО, тут два прибора взятые, и данные Мейдена. К сожалению, мы до сих пор, люди, работающие на Мейдене, до сих пор испытывают трудности с очисткой Лаймон-Альфа данных. Фазовый угол меняется, меняется, значит, у него орбиты достаточно сложные, умывенные, потом меняется поток солнечный, все эти факторы влияют очень сильно. В общем, прикладываются большие усилия. вот эта работа Майка Шафина, он как бы обещал уже несколько лет, как обещал, сделать, ну, некий однородный ряд из Лаймона-Альфа данных, но не сделал. Там, похоже, сделают другие люди, уже не имеют права показывать, к сожалению, эти графики. Ну, вот он нашел место, где у него хорошо очистилось, и это место совпало с таким локальным полевым событием, региональной полевой бурей, конец 34-го года на Марфе. К сожалению, вот там в 34-м году у нас так получилось, что в наших данных дыра на этом месте. И в большую полевую бурю у нас как раз в самую бурю дыра. Дыра связана с тем, что просто конфигурация орбиты становится, плоскость орбиты становится в сторону Солнца, и все, значит, затмений в это время нет. Либо они какие-то касательные, длинные, там с ними тоже очень трудно иметь дело, потому что огромное расстояние в атмосфере горизонтали они просвечивают. Но, тем не менее, вот мы видим, как вода возрастает перед этой бурей, мы видим, что тут ее тоже довольно много еще, все еще до этого нет, и после этого нет. Ну, и все другие данные показывают, это марсский комиссанс орбитер, американский прибор, который мерит радиометр инфракрасный, пыль, водяные облака и температуру. Как меняется, значит, ситуация глокальная. Вот такой первый вариант прямого сравнения. И, в общем, вот то, о чем я как бы начинал говорить, возникает некая новая парадигма, новая концепция ухода, преобразования воды в водород. Воды в низней атмосфере, в водород в верхней атмосфере. Без участия вот этого длительного цикла, который включает мегулярный водород и его диффузию вверх, ну или там вознесение с помощью общей циркуляции. Значит, здесь это предполагалось всегда в этой концепции все жили, что поток абсолютно постоянный и ничего его не может поколебать, поскольку столетний вот это время жизни, характерное время этого процесса, реакции, которая создает, переносит водород и создается мегулярный водород. а здесь любое движение, оно приносит нижнюю атмосферу, оно приносит воду, и тут же реагирует верхняя атмосфера. Но вот то, что я, к сожалению, не могу показать, там тоже наши коллеги из Мичиганского университета, они хотят, из Бостонского, извини, университета, они хотят обморковать высокорейтинговом журнале и действительно уже очистили довольно много данных по Лайман-Альфа, вот там в Мейвине есть такой спектрометр высокого разрешения, Шелия-спектромета. Они очистили этих данных много, и там видно, тоже немножко рваный, как всегда, совершенно немножко рваный такой набор данных, но видно, насколько они как бы пляшут, с каждым событием они реагируют именно в этот сезон. Ну и последний слайд как бы в этом направлении, результаты Беляева, о которых я уже говорил, он достиг в измерениях воды в высоте 120 километров. Ну, в общем, как раз там можно было удачно сравнить со статьей недавно вышедшей в Саенсе по Мейвину, как данный масс-спектрометр, который непосредственно измерял ионы воды на 150 километров, ну, в общем, так сказать, почти мы уже достигли высот, небольшой остался зазорчик. И его данные тоже как бы он построил такие усредненные друбки впервые и перекрыл два сезона в этом южном полушарии и одну полевую бурю. Но буря, конечно, выделяется по-своему, но вклад сезона тоже высок и в общем, что характерно, два сезона совершенно разные, там, с полевой бурили и с полевой они оказались одинаковыми практически, то есть позволяет, раз уж буря возникает раз в четыре года, в среднем три-четыре, там, три с половиной четыре года, то теплый сезон присутствует каждый год и вклады может быть и похоже, в общем, тут как бы влияние полевых штормов тут не настолько превалирует. Все. Второй вопрос, я надеюсь, быстрее мы его проскочим, он проще. Есть ли метан и жизнь на Марсе? Значит, я быстренько расскажу, тут много статей, как бы это наши статьи, которые относятся к этому сюжету так или иначе. Чуть-чуть о предыдущих измерениях, о измерениях на Curiosity, это сам ТОЛС, это прибор, как называется, цемпл анализа Сан-Марса, финнобл, ладо-спектуранты. И вот верхние пределы, которые были поставлены, которые я докладывал неоднократно. Новая статья 21, как конкурирующей фирмы прибор на МАК, и вот статья, которая сейчас находится на рецензии, как бы улучшенный верхний предел по метану, который мы ставим. Метана нет, у нас метана нет, здравствуй. Но с самого начала как бы метан привлекал внимание. И вот вся эта философия, о которой я говорил на первых слайдах, она вот как раз тогда и в общем зарождалась. С самых первых запусков советских, которые нагружали, можно сказать, тоннами некой аппаратуры и космических аппаратов, чтобы испытать ракет-носители и пускали их к Марсу. почти никто не долетал в начале 60-х годов, но тем не менее это делалось. И всегда был спектрометр инфракрасный на полосу вот эту вот сечь связи. Также на пролетных аппаратах американских первых, которых что-то хотя бы несли. были несколько громких, совершенно широкоповещательных 60-е годы открытий метана. Что интересно, вот эти вот оба открытия, там Читы Кон и Каплана, Малина 7-го, они оба перепутали полосы метана и полосы твердого, твердой углекислоты. твердая углекислота обладают такими острыми и характерными вообще особенностями, что трудно заподозрить, что это твердое тело, кажется, что это газ. Но вот при этом значит Кон фурье спектр в полосе обертона искали на 1,6 микрона, а Малина 7-й в полосе фундаментальной на 3 с лишним микрона. Тем не менее и там и там есть полосы СО2, его в разы перепутали. Была страшная шумиха в американских газетах, открытие жизни, но потом соответствующее закрытие, хотя без лишнего шума уже. Было множество начиная с Марина 9-го были установлены достаточно хорошие уже верхние пределы. И в общем их мало кто лучше. И вот только в 2003-м году, когда Марс Экспресс вышел на орбиту, значит произошла некая активизация этого процесса. Народ испугался, что сейчас фурье спектрометр на борту Марс Экспрессов найдет метан и две группы нашли метан старых данных астрономически это Краснопольский и Мума. Но там статьи вышли в другом порядке. Сначала была статья Фармезана, это Марс Экспресс ПФС, потом Краснопольский, а Мума ждал опубликования до 2009-го года, пока у него не появился постдок Джеронни Мавиануэва, вот он наконец ему все сделал по-человечески, вот сейчас этот Джеронни возглавляет эту Бодровскую группу фактически. Ну, тут вот это интересное статья, Жанин Пьер Кондата. Это первый Фурье спектрометр, когда он достиг гигантских разностей хода, да, чуть ли не на весах у него ездила корректа, это Пьер Кондата, в общем, заставил его живым, но он умер только в прошлом году, позавал, не толковил, очень старенький город. Значит, что потом? ПФС продолжал искать сметану и публиковать статьи. Он менялся у него со страшной силой, в больших дозах достаточно, карты были построены такие довольно некрасивые, но потом эти статьи были как бы примерно тем же под множеством авторов проверки. Вышла даже статья по данным это Фурье спектрометр тест на Mars Global Server с спектральным разрешением совершенно неадекватно. если сейчас мы меряем доли соты десятые обратного сантиметра, то там десятка десяток обратных сантиметров и просто как бы некие усреднения делались долговременные тренды принимались за то, что там маленькая полоса размазанная полоса метана. Эти авторы сами себя опровергли через несколько лет. Но в одиннадцатом году на поверхность Mars'а сел крест назывался Mars'а слабое на борту Trimble лазер спектрометра часть этого большого огромного пакета сэмпл анализа set Mars. Он закачивает воздух к кювету и в этой кювете длиной примерно 16 метров многопроходная система есть несколько лазеров и один из лазеров специально настроен на одну из пакет метана пакеты из низких линий очень характерны в атмосфере Земли астрономы знают все это прекрасно они такими палками торчат но вот эти пакеты лазерный спектрометр обладает бесконечным спектральным разрешением поэтому там разрешаются все эти линии и вот он их измеряет в первой статье Лебстер 13 года метан обнаружен не был а потом в 15 году что потом вызвал некие издевки пара значений статьи 13 года поменяла знак появились новые значения но метан появился и дальше пошла счастливая новая счастливая жизнь в 18 году был обнаружен делались измерения с обогащением то есть вот это то что под воздух Марса который нагнетался в кювету он прогонялся еще через поглотитель последовательно и постепенно из него удалялся СО2 СО2 в атмосфере примерно 95% поэтому в общем в пределе можно в 25 раз увеличить концентрацию всех других газ может быть еще какие-то активные газы будут искажены но тем не менее метан явно в этом смысле не активен и его содержание должно было увеличиться в 25 раз и вот эти измерения с обогащением они дали ни одного большого значения но много маленьких значений с маленькими ошибками и это так называемый фоновый метан это было названо фоновым метаном и у него такой ход сезонный появился хотя эти точки ставились не каждый год так сказать раз оно попадало в сезон но не измерялось в разные годы марсианские измерения все-таки надо сказать проводятся очень редко эти сэмпл-анализы видимо они я уж не знаю почему они проводятся так редко как-то они дороги чем-то нельзя себе позволить проводить их очень часто но правда вот статистическая достоверность этого вот этой кривой она была тоже опровергнута люди так сказать не стесняются извините как это обратно вернуть не стесняются писать статьи опровергающие но что осталось вот в итоге остались статьи Краснопольского Пармезана и Мома хотя в общем-то они получали критику и пармезана и Краснопольский и ТВС значит у них там есть антагонист Кевин Занле и группа в общем достаточно уважаемых то есть очень уважаемых ученых там включают Девида Катлина которые их опорегают но что самое заметное значит в 19-м году вышла статья там после долгих мучений вышла статья группы ПФС уже Пармезана уже не было в живых к тому времени это его племянник значит принял руководство населительным прибором Марко Джурана и значит статья которая использовала наблюдение Point Spot Function Point Spot Observation то есть они аппарат наводился на одну точку и вот пока он двигался по орбите значит все время он смотрел в эту точку и эта точка ну понятное дело кратер Гейла где сидит кресец и вот таких наблюдений было специально сделано много и в общем не всегда они там как правило метана они не видны в какой-то раз они вроде бы увидели метан и это было несколько дней после какого пика который наблюдал Квесити вот это вроде независимое подтверждение хотя конечно данные ПФС не очень метан виден не очень хорошо очень мягко выражается потому что я это знаю потому что у нас в группе есть ближайший коллаборатор как бы Формезана который подписал эту статью 2004 года но потом очень переживал я я был молодой я не я не придал этому значения я им сказал что метана нет но статью подписал ну вот так такая ситуация значит вся эта история она происходила на основе на фоне того что все фотохимические модели несмотря на усилия многочисленных лабораторных групп найти какой-то механизм который быстро бы разрушал метан в атмосфере похожий на атмосферу Марса ничего этого найдено не было и современное понимание все равно приписывает метану в атмосфере Марса время жизни порядка 300 лет 300-350 лет таким образом колебания метана которые от измерения к измерению в пределах одного даже набора данных там эти самые выбросы которые наглядали первая статья ОМОМа это экономический наблюдение никем не критикованная пока но они не вписываются в эту картину то есть метан атмосфера Марса перемешивается на масштабе нескольких месяцев даже месяца скорее перемешивается полностью к циркуляции даже самые как бы глухие углы поверхных областей но тут как бы все большое внимание привлекало поэтому были сделаны соответствующие картинки но их не очень удобно разглядывать проще посмотреть на такой график есть несколько измерений верхних пределов красные точки это те измерения которые были позитивные и вот это как бы эпоха уже криосити вот все эти красные точки это данные криосити и вот это самый знаменитый момент когда Дурана подтвердил результат сам мы используем для используем для измерения метана и швейс спектрометра со скреченной дисперсией это достаточно уже такой прибор крупный и на масштабах астрономических спектрометрах которые занимают два стола как минимум да тут такая коробка длина решетки где-то 25 сантиметров и видите там места совершенно нет значит используется кричи критьен чтобы получить коллиматор внутри спектрона это такова наша космическая жизнь мы тут сработаем в очень высоких порядках 200-300 и для того чтобы перекрыть диапазон спектральный недостаточно одной матрицы и поэтому используется коричная дисперсия там две дефракционные решетки либо одна либо другая и еще так сказать меняются углы поворотные устройства которые могут перевернуть эту решетку и поставить любую из них под нужным углом и значит соответственно у нас там какой-то такой внутренний жаргон там есть 21 по-моему позиция ну там какие-то из них мертвые неиспользуемые в пределах этих положений нет 13 извините 21 примерно 21 порядок ввязает в среднем на детектор где-то 13 или 14 этих самых положений в которые снимают таким образом перекрывается практически весь диапазон блеск суровый в этой решетке всего 3 штриха на миллиметр у нее поэтому так сказать отражает она не очень хорошо под вдали от угла соответствующего но тем не менее значит вот в этой шапочке отношение сигнала шума очень хорошее ну так вот выглядит результат измерений в течение затмения в одном в одном из положений да это вот ценное количество порядков где-то там 192 191 и так далее это спектр в каждом из порядков и постепенно вот помимо того как мы заходим погружаемся в атмосферу меня изменяется пропускание кстати вот этот большой склон это характерная полоса поглощения ледяного водяного льда она меняет спектр так вот кардинально а газа меня чуть-чуть там не видно ну в данном случае это диапазон где метан как раз есть он чистенький там только слабые полосы СО2 детерированной воды воды немножко совсем и много чего другого могло бы быть если бы оно там было но в принципе сейчас спектры стали у нас уже почище но я показываю первую как бы публикацию вот виден остаточный как бы такой шум то что называется фикс паттерн ноисон немножко менее но коррелирован избавиться от него но сейчас уже научились избавляться в очень сложные методы предварительной калибровки данных но тем не менее вот эта статья вышла и так сказать картинки там были очень понятны здесь несколько слабых линий домяного пара и несколько вот это полоса р там на трех трех и трех микронах несколько ожидаемых как бы особенностей которые принадлежат металлу каждый из них на самом деле содержит несколько линий металл мы их не разрешили и вот тут модель это значит синяя темно-синяя это фит красная это 50 частей на триллион метана а желтая это 500 вот это то что измеряет креосити фоновый метан это к примеру желтая линия чуть меньше вот ну и видно что чего-то там может быть есть но в другом порядке есть кувет в которой нет ничего поэтому мы детектирование здесь не делаем хотя что-то такое можно угадать но тут на самом деле это фикс паттерн удачно лег по таким данным были сделаны массовая обработки по тому времени и вот вверху мы видим эту приводу клеосити мы видим логарифмический масштаб и наши верхние пределы они доходят до достаточно низких значений но в общем в качестве в качестве ну такой как бы цифры компромиссно еще чтобы не обижать намат это была совместная статья в духе мирного сосуществования с бельгийцами значит раз два два три четыре вот где-то на этом уровне мы провели предел подберегицы доставали 50 пт таким видео статья была опубликована вот так теперь выглядела бы эта самая картина что в ней как бы подозрительно да что чем чем совершеннее становится прибора тем как на Марсе с годами уменьшается металл 21 году но это не весь еще объем обработан но тем не менее улучшилась подготовка спектров улучшилась с ними работа и были проведены несколько измерений в окрасности кратера Гейла специально им отдавался главный приоритет чтобы эти затмения ни в коем случае не пропустить на самом деле аппарат работает далеко не на всех затмения к сожалению по разным причинам объем данных работа с посадочными аппаратами он работает как ингредиент транслятор постоянно приборы чередуются там немножко разное наведение желательно иметь ну и так далее в общем вот этим наблюдением вблизи Гейла конечно отдавался в туриетет но к сожалению вот как-то Марс хранит свои загадки к сожалению хороших наблюдений вблизи Гейла нет и скорее всего не будет потому что очень красивая картинка сделана на миссаре вот верхние пределы в зависимости от географической широты у нас как бы хорошее наблюдение ближе к полюсам потому что там более прозрачная атмосфера экваториальная область Марса всегда осложнена пылью аэрозолью экваториальный пояс облаков когда нет пыли когда и нет векториального полюса облаков есть пыль экватор всегда содержит постоянную дымку но об этом наверное знают все кто когда-то смотрел на Марс хотя в общем она выглядит так сказать в надир издалека она выглядит достаточно прозрачной но если мы смотрим с этим фактором это существенно существенно уменьшает это тело способность детективы поэтому тут явное повышение этой самой статистической кривой провал а самые лучшие чувствительные получается данные темно-синий века на оптимальных высотах либо вблизи поверхности совсем плотности высоких таким образом мы имеем отрицательный результат отрицательный результат по метану это конечно отягощает нашу жизнь да потому что отрицательный результат не всегда хорошо вот как написали многие некоторые так пишут корректно да никто так и не смог найти метан российский как не старался так и не смог и конечно это против явно чувствуем это сейчас в прошлом году особенно явно почувствовали при публикации других статьях же не связанных с метаном что-то же рассматривается как некий противник противник генеральной линии партии генеральная линия партии правда двигает как и не положено ну вот пока еще пока еще нет очень много людей как бы сделали на большой старт ладно в общем наше как бы руководство Хоккан-Светхен это руководитель проекции со стороны ЕКО но в общем пока принято такое решение сидеть посидеть и посмотреть и ни с какими ни с какими резкими заявлениями не выступать в общем так мы стараемся делать но есть как бы и положительная сторона все-таки мы не такие уж негативные на месте метана мы обнаружили два поглотителя которые ранее не были известны на марсе наблюдались и одна из них вообще неизвестная науке так сказать даже интересная с точки зрения физики спектроскопии полоса магнитотипольная полоса углекислого газа запрещена там какое-то количество раз но тем не менее вот в углекислотных мощных атмосферах там таких когда много углекислоты она ее можно наблюдать на земле ее как-то не удается вот этих несмотря на гигантские кюветы которые используют спектроскописты не удается получить хороших измерений мы обнаружили хлорводород измерили профили изотопных отношений и в углекислом газе и в воде и установили низкие верхние пределы к некоторым газам в том числе и фосфином на марсе совсем быстро значит вот это вот самая магнитодипольная полоса статья Александра Химовского в А.Ю.А. и соответствующее обоснование в спектроскопическом журнале это томские колени значит прямо на месте прямо на месте метана обнаружена полоса озона ну конечно никаких новых полос озона мы не открыли в атмосфере земли эта полоса известна она настолько слаба на массе что никто и не думал в наших данных она видна метан не виден а он озон виден причем вот он этот озон через такой фиолет видите это так не не линия а какая-то грязь молекула сложная несимметричная поэтому всегда такие спектры какие-то грязноватые профили даже мы можем восстанавливать озона и даже можем исследовать озон как неанекдотично звучит на борту в принципе есть интерфиолетовый спектрометр который прекрасно видит озон в полосе на 250 нанометров и что интересно была соответствующая реакция вебстер тут же значит а я очень быстро публикую статьи знакомых с этим тут же вышла статья вебстера мы не путаем озон с метаном обратите внимание на самом деле это только метан да а это только озон в общем как бы ну да вроде мы здесь ничего не видим значит это не озон но нос очень похож левая часть ну ладно бог с ним там другая критика вебстера есть на самом деле когда Александр почитать если он пишет значит есть какое английское слово антишамбал это вот когда перед кабинетом директора сидит секретарша значит она сидит антишамбал но американцы вот именно в этом значении употребляют вот это комната а может француз тоже я никак не встречал и вот вот там есть в приборе значит есть эта самая камера которой собственно установлены детекторы и лазеры она заполнена воздух значит почему она заполнена воздухом одному богу известно почему она не заполнена азотом чем угодно почему она не не откачана там не открыта просто-напросто в общем она вроде бы заполнена воздухом с земли вот и вроде бы это никто не опровергает то есть прибор измеряет на самом деле не метан а разницу двух больших значений метана маленькую разницу двух больших значений 22 метана много молекулы вышло и вошло в этой скелете там я не помню там 20 кажется она вот какая-то такая 16 метров общий ход детектирование флорбогорода почти чуть не прозевает на самом деле по нему есть верхние пределы очень чувствительные установленные земли но и как-то мы посмотрели его вроде нет а потом он появился и вот оказалось что причем мерится прекрасно там десятки раз больше верхних пределов установленных ну видимо хорошие очень верность детектирование много линий мы видим изоток изоток можно изменить изоток хлора 35 и 37 37 на 35 в водороде что в общем очень даже достоин с точки зрения точности но что интересно его как бы не было не было потом прошла полевая воля и он появился но не везде потом опять не было на основании этих данных мы опубликовали статью целились в science но там сказали да ничего интересного тут нет пара рецензентов Дэвид Катлин который был третий написал очень интересный можно опубликовать как есть ну в общем проморожили несколько месяцев в итоге никому не рекомендую очень дорого значит на это купиться не надо лучше идти куда-нибудь в другие места никто не мог подумать о том что 12 линий мы видим значит такой вот картун нарисовала Гека идея значит главная как бы что все-таки их появление связано с полевым сезоном какие-то измерения ну просто пыль нам мешает делать поэтому мы его видим не всегда но когда пыль немножко оседает мы начинаем его видеть и в общем возможно вероятно что поскольку хлора много на марсе вот как элементы да он распространен на поверхности потом есть перклораты известные обнаружены многократно значит все это может быть в пыли даже есть там доли например моя когда-то да как все что подозревается вполне серьезно там натрий хлор может присутствовать на поверхности таких конкретных измерений нет потому что делается как правило измерения элемент состава не очень понятно в каком состоянии находится в какую структуру входят эти эти атомы но тем не менее вот такая гипотеза что поваренная соль реагирует с водой которая в том числе поднимается вместе с пыли поднимается вместе с пыли на пихот реагирует с водой которая как мы видели уже обильно присутствует в это время года ну и формирует формирует куда он девается потом тоже непонятно но с точки зрения обычных моделей он казалось бы тоже должен жить достаточно долго не не 300 лет но и не 3 недели как мы наблюдаем в общем ну какие-то процессы возможно его вымывают гипотетически это может быть например взаимодействие с ледяными с водяным льдом в атмосфере земли вроде бы это наблюдается ну и наконец наконец в принципе не исключается гипотеза что это вулканический газ может все-таки быть связан с какой-то активностью на планете контраргумент то что на Марсе не обнаружен в общем хорошо ограничен диоксид серы который казалось бы вулканических газах гораздо более обидно но тем не менее это не исключается сейчас покажу еще почему затем мы посмотрели второй год на самом деле он нашел смотрел на спирт и обратил внимание смотрел второй год и вот тут другой способ это пыль в разные годы это значение детектирования маленькие ошибочки хорошие значения на графике всегда лучше видно чем на карте и вот два значения оба года мы смотрим на пулевую бурю кстати в тридцать четвертом годе который где-то здесь включил где-то здесь хлороводород ведется совершенно одинаково вот эти вот два значения на самом деле их больше вот сейчас мы смотрим их там больше они никак не связаны с пылью это это сезон совершенно чистый чистый сезон афелия и это не просто детектирование это профили не единичное детектирование это не какие-то так сказать аутлайеры и вот сейчас там Саш Тархимовский смотрит и видит в этом же районе еще несколько там более поменьше по абсолютному значению мы тоже достаточно достоверно детектив то есть в общем-то может быть все не так просто и может быть действительно есть какие-то какие-то выбросы а то что мы видим да может быть вулканизм может быть какие-то термальные вещи это не исключено и а то что мы видим вариации это тоже некая химия которая пока еще непонятна в общем как в случае с метаном так в случае с водородом мы как бы сталкиваемся если верить в метан да мы сталкиваемся с необходимостью как как какого-то введения в химию атмосферы процессов которые пока не объяснены которые пока не найдены и для быстрого уничтожения метана и для быстрого уничтожения и водорода в общем нужны какие-то процессы ну все в общем это как бы заключение я как бы показал далеко не все результаты попытка там компенсировать это в таком кратком заключении я с удовольствием отвечу на вопросы в общем так вот у нас счет статей сейчас 20 конечно это не рекордная но как вы видели у нас какая-то пошла тенденция на журналы высокого профиля в общем это довольно тяжело надо признать это отнимает конечно колоссальную энергию и время но тем не менее в общем двигаемся в пандемию многие обычные журналы жирейл который никогда не отличался как бы какой-то застойностью публикуем очень долго часто реагирует сейчас а вот атмосфера на марсе ну оно подразумевается скажем так мы возникает заряд должно быть но оно оно наверняка есть но так сказать его непосредственных измерений пока не было вот на этом самом демонстрационном аппарате который должен был сесть вместе с тжо запущенный должен был сесть на поверхность марса но у него не сработали датчики и он так сказать отстрелил парашют на высоте порядка 10 километров вот этот самый там был такой прибор как специально ориентирование на это самое электричество на 3-го электричество и на экзомарсе 2022 есть соответствующие датчики там есть такой полевой комплекс там тоже есть соответствующие датчики причем так достаточно развита это все эти измерения вот но и есть ряд совершенно правильный так сказать вопрос есть ряд работ которые ну вот электрическими разрядами объясняют как бы те или иные реакции да аномальные но в общем вот среди тут это немножко немой домян это как бы люди которые занимаются атмосферной химией они считают что это в общем некая локальная экзотика которая все равно не общей картины не исправят и то что там но в лаборатории там можно конечно получить определенные компоненты но в реальной атмосфере марса так сказать широкого там распространения не приходится но в общем я я прекрасно понимаю вопрос и вот при публикации этой статьи в сайенс сайенс потому что мы прошли курс лицензирования в сайенс неудачно я отвечал на эти вопросы и на это и на значит ну есть масса способов в принципе мы все цитируем там ультрафиолетовое облучение и электричество что там еще сейчас не помню ну в общем есть ряд как бы экзотических процессов но пока они в принципе для метана они тоже привлекались и для и для разрушения и для формирования метана они как бы эти гипотезы привлекались потому что в принципе когда энергию какую-то прикладывают к этой химической среде там идут разные разные стороны процесса можно направить еще вопросы сначала в зале а потом те которые дистанционно как-то я впервые веду комбинирован я хочу поздравить с результатами хорошими красивая идея много интересных результатов но вот два вопроса общих известно что марсианская американская атака была стимулирована метеоритом которым были заподозрены артуменелые бактерии потом от этой идеи отказались из-за того что размеры этих бактерий не вписывались в ядра земных молекул то есть размеры днк были земные много так сказать больше чем эти бактерии но сейчас открыты новые частицы прионы например которые как раз по размерам того же порядка вот вам как специалисту работающего в этой области известно что-нибудь новое может быть повторяли такие уже такой анализ с точки зрения новой парадики с того всплеска это по-моему 97-й год если я не ошибаюсь вот затихло затихло все эти марсианские великолепные экспедиции на масс американские они были стимулированы как раз вот эти все открылись и второй вопрос известно что Лериксон Фомалетти пропагандировал всяких зверушек на маях на стиле чего-нибудь здесь в этой области что-нибудь какое отношение мое отношение к этому отрицательное я как бы ну примерно знаю как он это сделал и я считаю что так делать не надо значит там есть ряд чистых изображений но есть ряд изображений которые уже по тем временам причин деградировать там либо сами камеры уже начинали как-то меняться и система передачи данных тоже немножко споила но в частности там первый я потом поток уже не следил когда там пошли публикации в журналах но вот первой публикации когда он который он представил австрономический вестник тогда все разбирали довольно подробно и в общем вот эти вот в частности зашумленные несколько изображений из которых видимо какие-то сбои были при передаче данных причем сбои такие типа белых точек насыщенные насыщение вот он эти белые точки он усреднял изображение не убирая белых точек это меня сразу как это самое потом он эти изображения после усреднения он повышал резкость но там понятно что есть как бы стандартные наборы инструментов для этого да но математически это сначала проинтегрировать потом продифференцировать ну чего вы получите что все что угодно спасибо спасибо еще вопрос был лучше подойти как кажется по поводу государства по распределению если он должен быть перемешан он должен перемешаться как любой вот например отсутствует примеру угарный газ он не конденсируется долгоживущий в общем он перемешан оказывается что все равно распределение есть потому что меняется СО2 в атмосфере Марса меняется неконденсированный компонент выпячивается в том числе аргон были статьи на Марсе меняется содержание аргона потому что меняется атмосфера просто становится тоньше когда зимой происходит вымерзание значит СО2 подвергается фотодиссоциации но в этом смысле он менее как бы живучи чем метан метан как мы это сейчас понимаем если верить что он там есть то может быть на него влияет что-то еще и тогда будет профиль просто первое что приходит это же измерение по всей высоте атмосферы и локальной поверхности они могут как-то так эти тоже вопросы как бы прежде всего возникают вот когда если не 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 касаться вот этой вот времени жизни понимаете время жизни но даже значит одна из как бы статей которые сейчас пытаются сблизить результаты Curiosity и TGO такой Джон Морс канадец или Морс там я не знаю в общем французский манер его произносить или нет он написал статью что пограничный слой в кратере Гейла он так сказать меняется кривости мерят все время ночью тогда там наступает застой значит этот самый пограничный слой сжимается перемешивание как-то там уменьшается и вот он может быть там а потом все это развеивается но все равно даже даже при этом так сказать даже вот при этих предположениях потом то все равно развеивается и понимаете если метан не разрушить то за 300 лет его накопится в атмосфере очень много и мы его увидим значит мы делали такое во всех этих статьях там было предложено сделать такое простейшие оценки за сколько лет значит если вот в кратере гейла есть один единственный источник на весь марс он счастливым образом оказался в кратере гейла и он излучает только фоновый метан только фоновые пики мы не верим ладно там как будто их нет пиков пики отдельно значит фоновый метан в одной точке за сколько лет он нагозит столько что во всей атмосфере марса будет значение которое мы сможем определить значит по данным 50 частей на триллион по пределу где-то за 30 лет со всеми ограничениями на вот вот этот приграничный слой там и все что-то может пытался как-то приблизить но но с новым как бы пределом 20 попыток 20 лет получается но все равно нужно какая-то новая химия которая разрушает метан непонятным непонятным образом нет там нет магнитосферы значит космические лучи там жесткие компоненты всего этого дела совсем не такие как но да то есть это не просто такая химия она еще надо учить на фоне этого потока постоянного потока части ну вот другая вообще другая атмосфера мы видим перенасыщение такого по воде даже да вот казалось бы что там с этой водой и так все ясно по воде на земле никогда насыщение перенасыщение больше там 1213 там ну 1,4 от силы не бывает на Марсе это десятки даже сотни раз как как-то ведется атмосфера по-другому может быть действительно что-то есть да лучи но понимаете тут даже лабораторных экспериментов не проведешь это невоспроизводимо то есть это надо как-то еще исследовать да честно говоря я ожидал что было много интересного но сейчас я несколько ощущения ошарашиваюсь эти результаты меня лично ошарашивают тем более что я читал помню ваш доклад и в то время читал много про стабилизацию лунной про отсутствие воды про наличие метана все оказалось неправильно стабилизацию лунной сейчас ссылку не припомнил вы мне пришли ее где-то в одиннадцатом году по-моему там вот там ласкар 2004 он еще стабилизировал или там в общем где-то в начале двухтысячных он еще стабилизировал луной а потом какая-то по-моему мурманск люди из апотеков ну так и было же большая статья страны в начале двухтысячных все так изравнивали венеру марс и земля земля венесли в выгодном положении оказывается не очень нужен но это это совсем как бы область кто-нибудь из сидящих дистанционно хочет задать вопрос как Сергей Иванович специалисты ипотов ну конечно там луна не занимался но по крайней мере специалист по этим интеграторам наверное в России такой один кто-нибудь дистанционно готов задать вопрос как это узнать надо наверное оставить галерею или как там можно установить наверное демонстрацию и тогда кстати вопрос покажем один вопрос вот картинка которую вы показали может быть ведь интерпретировано вы это интерпретируете как постепенное повышение метал постепенное повышение чувствительность но это выглядит как зависимость от правения между прочим и минимум который вы там сказали в пятнадцатом году для меня как специалист по физике солнца это сильнейший максимум солнечной активности не очень высокий номер черта узнать может быть как раз что они наоборот так что такое можно предположить но тогда должен был чтобы быть виден 11-летний цикл понимаете тут все-таки на цикл данных мало фактически такие вот чувствительные измерения эти темы изложенного здесь вопрос образования вторичного аэрозоля в результате фотохимических реакций предположения какие-то есть вам известно это и второе значит возможность слоистой структуры высотного распределения аэрозоля в атмосфере Марса ну в какой-то степени в общем говоря я эти два вопроса резюме хочу сделать это в какой-то мере сказывается на то что насколько может быть атмосфера Марса насколько может быть живой планетой образование вторичного аэрозоля это существенный вопрос она связана с наличием малоказов компонент и протекания фотохимических реакций в атмосфере Марса и последнее позвольте задать такой вопрос очень много снимков поверхности спутников снимков поверхности Марса я в интернете не смог найти калибровочные данные с тем чтобы использовать обрабатывать снимки переход от яркости пикселей к абсолютным единицам вот по последнему вопросу пожалуйста если у вас есть какие-то данные помогли бы я бы мог бы найти приброшенные данные спасибо спасибо по первому вопросу значит тут конечно каких-то ну это была бы сенсация обнаружить какие-либо признаки да вот аэрозоля которые имел бы происхождение иное чем ну в общем так относительно простая микрофизика которая связана на Марсе с но с конденсацией как огуляцией там конденсацией двух разных компонентов это водяной пар и углекислый газ там как бы облака той и той природы наблюдаются но углекислотные облака как правило очень слабо их очень тяжело засечь но тем не менее есть методы их отождествляют но водяные облака они широко распространены их видно видно значит две моды и вот их природа сейчас еще недостаточно хорошо установлены но в общем есть статьи вот и том числе и по спекаму там статья Федоровой по-моему 14-го года это две моды аэрозоля там нельзя было установить из тех данных их природу ну вот буквально вчера мне рассказывал Лугинин что он видит две моды в водяных облаках высотных но это наверное немножко другие данные в общем тут как бы что-то есть про двухкомпонентный аэрозоль но в общем в основном пока так сказать на нынешнем уровне понимания люди когда встречались с каким-то вот такими вещами что широкий разброс размеров частиц они просто брали широкое распределение и этим значит вопрос закрывали но вот сейчас качество данных немножко как-то все это улучшается и в общем я думаю что будут работы по все-таки и по точному определению природы потому что пока мы там только гадали природой двухкомпонентного аэрозоля и по высотным облакам значит слоистость безусловно есть ее много да когда есть облачные слои они да слоистое это как бы обычное дело может быть два слоя три слоя не знаю больше я так не видел на скидку но если там при желании наверное можно найти какие-то мелкие не более слои но вот конечно здесь как-то их отождествить с какими-то реакциями фотохимическими или иной природой вот как вы говорите тут пока ну если бы там были некие характерные полосы да присущие аминокислотам или жизни но это это безусловно сенсация там таких таких открытий да ждать в общем ну честно говоря не приходит тут тут в развитии идей этих фосфина там один из архивных припринтов был аминокислота следующий но он по-моему так и не достиг стадия тоже из тех же дальних альмы так и не достиг стадии лицензированной публикации какие-то индийские коллеги значит вторая часть вашего вопроса это калибровка с данных фотографических к сожалению я тут не смогу вам помочь значит на Барксу ТЖО есть камера КАСИС швейцарская сказать в общем наверное она могла быть и российской там складывались обстоятельства но тут силы были ограничены как-то вот наши коллеги не взялись за это с энтузиазмом которые могли бы это сделать но вот значит я думаю что надо действовать по следующему алгоритму надо выбрать камеру которая вам как бы инструмент наблюдения который вам наиболее интересен взять его название группу которая им занимается и найти в интернете не картинки с Марса а значит группу которая курирует руководителя этого соответствующего прибора это может быть там камера КАСИС там это Ник Томас либо ну в общем это легко найти на сайтах агентств либо американские камеры там есть очень камера высокого разрешения на аппарате МРО есть камера цветная стерео на европейском аппарате МАСЭкспресс в общем камера есть на каждом практически аппарате и тут так сказать надо ориентироваться на хорошие группы выбрать что вам больше всего интересно пойти на их сайт там и там искать либо значит есть система ну вот на европейскую не буду как бы вас посылать там огромные задержки неразбериха а есть называется система планетали дата систем американская поддерживаем АНАССА значит на ней находятся данные и со ссылками калибровочными но данные готовы к использованию наверное в том числе и камеры и эти камеры может быть с этого проще начать но вот если вас интересует там просто PDS это сделано так что можно использовать данные не обращаясь к руководителям вот в случае если вас интересует именно Масса Экспресс то тут надо идти на на сайт КАСИС в Бернском университете и искать там либо там это есть либо там надо будет чтобы как-то воспользоваться сделать какие-то действия с руководителями наверное даже не с самим руководителем а там я думаю что группа как-то координирует такие запросы понятно так спасибо есть еще кто-нибудь желающий задать вопрос не вижу нет ну хорошо два часа мы заседали в любом случае это существенно больше чем вам будет на бюро отделения это это уж хорошо так еще раз вас очень благодарю мне мне было ужасно интересно я уже сказал что одновременно с этим многое переворачивается будем думать и может быть еще что-нибудь у вас спросим спасибо спасибо за идея рассвечивать солнце в атмосферах России что он где это да идея понимаете на самом деле первое наблюдение первый такой эксперимент был поставлен будете смеяться на самом первом спутнике когда полетел американцы послали болванку потом ничего там не яков милович альфер мы известны к нему обратился тогда Николай Васильевич Паспор сказал можно что-нибудь такое хватит на что-то вот сигнал уже есть вот он будет пролетать низко на атмосферы в момент входа и захода будем и отсюда извлечем и степень ионизации ионосферы это радио просвечено нет я понимаю но идея это собственно то же самое для Марса это предложил Жак Бламон он был пи-ем вот этого эксперимента который я там поставил в первую рамочку там даже фотографии нет там схемка это агюст там август я же не знаю что он там имел ввиду называю прибор август в общем вот он тогда предложил фобос два это фобос запуска 88 а год соответственно это где-то середина 80 начало если вопросов больше нет еще раз спасибо 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 Продолжение следует...